Можелесмены раскритиковали чиновников за отношение к агропромышленному комплексу. Несмотря на огромные территории, Казахстан так и не смог обеспечить себе продовольственную безопасность. Много продуктов импортируется. Получается, мы поддерживаем экономику других стран, хотя можем выращивать многие сельхозкультуры у себя. Казахстан занимает второе место в мире по площади пахотных земель на душу населения. Сейчас в стране около 70% территорий, пригодной для ведения сельского хозяйства. Около 40% населения живет на селе. Но несмотря на эти преимущества, в сельском хозяйстве Казахстан занимает 50-ю строчку в индексе продовольственной безопасности из 113 стран. Плюс ко всему, масса фермеров понесли миллиардные убытки из-за засухи. Не услышал цифру вообще в целом ущерба по этому году. По нашим подсчетам, фермеры недосчитаются примерно 1 трлн тенге выручки. Один трлн тенге – это потери от урожайности, от засухи, от дождей, от кормов и так далее. Соответственно, чтобы эта цепочка не прерывалась, то, что говорят коллеги, финансовые институты, поставщики техники, поставщики защиты растений, здесь единственное решение – это только рассрочка на 3-5 лет. Вот эти все обязательства растянуть на 3-5 лет. По минимальным расчетам, если смотреть, субсидировать ставку с 22 до 6%, это понадобится 200 млрд тенге. Поэтому, что мы предлагаем? Во-первых, объявить ЧАЭС в трех областях и более. Это дает возможность, согласно закону нынешнему, правительству уже разрабатывать план мероприятий. Вот такими совещаниями мы, мне кажется, не решим проблему сегодняшнюю. О низком уровне АПК свидетельствует и размер доходов на селе, поэтому отрасли не хватает кадров. Еще одна проблема – техника, о которой говорил президент Токаев. 80% тракторного парка и 76% комбайнного парка превысили допустимый срок эксплуатации. В Казахстане 45 тысяч тракторов и 9 тысяч комбайнов практически не работают. По количеству сельскохозяйственных тракторов Казахстан значительно отстает от других стран. Так, на один гектар сельскохозяйственных тракторов в Казахстане приходится всего лишь один трактор. Для сравнения, в США 27 тракторов. И главное, Казахстан из-за устаревшей техники теряет урожай, а государство тянет с субсидиями. Принято решение, что будет выделено 155 миллиардов тенге на субсидии. Какое решение принято? Это долг конкретно перед крестьянами? То есть вы изначально планировали неправильно? Когда вы приходили с бюджетом, вам говорили, вот этого бюджета будет недостаточно. Потому что количество субсидий требуется... Из года в год действительно наматывается и наматывается. И это предоставляется как антикризисная мера. Это не антикризисная мера, это возмещение своих обязательств, обеспечение крестьян с теми субсидиями, которыми вы им обещали и не выполнили. Еще одной из причин, что сельскохозяйственная отрасль топчется на месте, эксперты называют непродуманность госполитики. Стоит отметить, что цена на продукты питания является одним из основных показателей, влияющих на инфляцию. Так что наша экономика сильно зависит от аграрного сектора. В результате Казахстан остается зависим от импорта по целому ряду продуктов питания, а экспортирует в основном сырье, а не переработанную продукцию. Казахстан тратит на импорт 21 миллиард долларов. В Казахской ССР, где промышленных предприятий было гораздо больше, чем сейчас, сельскохозяйство в структуре ВВП республики занимало больше 34%, а сейчас не дотягивает даже до 5%. Бауржан Шехмид Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.